Владимиру 21 Закончить учебу, а там уже будет видно. Ну, планирую, конечно, подняться по должности выше, ну и дальше работать в этой же сфере, потому что интересно, нравится тут. Пока Владимиру часто приходится спрашивать советы у старших, более опытных товарищей, но они не против помогать. Коллектив очень хороший, я вот как в первый же день пришел, все очень добродушны и хорошо приняли. Сейчас бригады, состоящие из шести человек, готовят тепловой пункт к зиме. Промывают теплообменное оборудование, сетчатые магнитные фильтры. Качество проведенных работ проверяет мастер из котельной Одинцовской теплосети. Потому что проходит, проверяют каждый стояк, перекрывается запорная арматура, в емкость набирается водичка из стояка. Если есть какие-то потемнения, мутности, делается замечание, после чего проводится повторная промывка. Заново приглашается представитель. Повторно сдаем до тех пор, пока вода не пойдет чистая. Но обычно все работы принимают с первого раза. Индивидуальный тепловой пункт – это сердце многоквартирного дома. От него, как по сосудам, по трубам разбегается вода для отопления и водоснабжения. Размещенный на минус первом этаже ИТП состоит из двух помещений. Здесь размещены теплоноситель для подогрева воды, системы отопления дома и вентиляции подземного паркинга. А главное – шкаф автоматики, который управляет всеми системами. Сюда заводятся все датчики температуры наружного воздуха, температуры улицы. И в отопительный период регулировка температуры системы отопления осуществляется в зависимости от температуры улицы. Чем холоднее, тем выше температура теплоносителя, подаваемая в систему отопления дома. И чтобы в осенний-зимний период в доме всегда была горячая вода и отопление, важно качественно и вовремя проверять все системы индивидуального теплового пункта. Они должны работать как часы.